Пустые баки, но вокруг все завалено грудой хлама и мусора. По словам жильцов по адресу профинтерна 31, такую картину они наблюдают уже неделю. Мусорная куча здесь появилась не случайно. Люди говорят, что сюда выбрасывают отходы все, кому не лень. По словам местных жителей, их контейнерная площадка буквально притягивает мусор со всей округи. Баками для отходов пользуются не только три дома, на которые они рассчитаны, но и другие жильцы близлежащих домов. У нас два контейнера, оно относится по сути к трем домам. Наш дом, который в замеде меня располагается, и вот этот трехэтажный дом. Но, к сожалению, даже люди, которые проживают через дорогу, они переходят дорогу, выбрасывают мусор к нам на контейнерную площадку. Люди жалуются, что теперь из-за мусора, который лежит возле баков, элементарно выкинуть отходы не так уж просто. Ну неприятно, куда деваться, вот посмотрите, где контейнеры. Значит, я должна там обойти, туда бросить. Ну а некоторые, наверное, не обходят, сюда бросают. Только так. Лидия Павловна живет в этом доме уже полвека. Говорит, что квитанция оплачивает своевременно. По мнению пенсионерки, такая свалка недопустима посреди двора. С мусором-то всегда проблемы бывают у нас. Ну так вывозили, и все так много не накидывали мешков этих. Люди говорят, что мусор не единственная проблема. Жильцов не устраивает и соседство с грызунами, и насекомыми. Мы, простите, живем с детьми. Ты выходишь, а у тебя сидит крыса. Из подвалов крысы, тараканы. У нас есть все живности, которые можно увидеть. У нас не только школа в нашем доме, находится поликлиника детская. То есть мы и в центре находимся, ну как-то это... Натерпелись, поэтому единогласно собрали подписи, чтобы перейти в другую, более заботливую УК. Но начисления по квитанции приходят стабильно, а проблемы не решаются. Контейнерные площадки мусоровоз опустошает регулярно. Однако в обслуживающий дом управляющей компании, как выяснилось, нет дворника. Люди неоднократно звонили в УК, в последний раз им честно признались. Как выяснилось, та УК, которая сейчас обслуживает дом, не работает. Ее переименовали с 1 января, и жильцы вступать туда не стали. А остались на балансе той, что была. Кстати, сразу после того, как наша съемочная группа покинула двор с мусором, на место выехала спецтехника и устранила последствия свалки. В свою очередь люди с нетерпением ждут мая. Их дом переведут на другую управляющую компанию. Люди надеются, что, может быть, тогда их коммунальные проблемы перестанут болтаться между небом и землей. Мария Кострева, Дмитрий Денисов, День с толком.